Привет, друзья! Я ваш друг Сергей. И сегодня мы с вами поговорим о ловушках, в которые попадают люди, когда хотят каким-то образом устроить свою жизнь, сделать ее лучше, процветающей, заработать деньги. Эти ловушки являются экономическими законами, которые однажды открыл очень известный человек, историк, писатель, живший в Англии, Нейл Паркинсон. И я расскажу вам о трех законах Паркинсона, которые описывают, почему у одних людей получается иметь деньги, а у других людей нет. Первый закон Нейла Паркинсона говорит вот о чем. Что среднестатистически человек, большинство людей, в основном все люди в мире, тратят на процесс столько времени, сколько им комфортно потратить. Ну, например, мне надо убрать в этой комнате, в этом кабинете. И я ставлю себе это как цель, как задачу. Долгое время раскачиваюсь, потом настраиваюсь, потом медленно убираю и трачу, например, на процесс два дня. Отличный результат. Я убрался. Кабинет чистый. Но жизнь требует того, чтобы мы становились эффективными. Если вы хотите изменить свою жизнь, вам придется научиться думать, как достигать результата на время. И первая ловушка, в которую мы попадаем, потратить на процесс столько времени, сколько нам комфортно. Жизнь – это спортивный зал. Надо тренироваться. Тренировка предполагает усилия. Надо научиться высвобождать определенный внутренний ресурс, внутреннюю энергию, которая позволяет через усилия получить лучший результат в более короткое время. Эта способность называется эффективность. Итак, ловушка номер один – потратить времени на процесс столько, сколько тебе комфортно, либо преодоление этой ловушки, стать эффективным и за то же самое время, либо за меньшее время научиться получать лучший результат. Ловушка номер два – усложнение. Знаете, я прочел большое количество книг, как и все вы. И в начале каждой книги часто написано «Эта книга изменит твою жизнь». И я встречаю многих людей, которые читают те же книги, которые читал я сам, с тем же самым предисловием «Книга изменит жизнь». И многие люди, которые читают эти книги, говорят, читаю-читаю, а жизнь не меняется. И проблема, почему не изменяется жизнь человека, сводится вот к чему. Книги, технологии, ученые люди, заканчивающие университеты, получающие степень MBA, обучающие других людей, усложняют процесс. Альберт Эйнштейн по этому поводу сказал, если человек не может выразить сути вещей самыми простыми словами, он не понимает сути. Майлз Монроу, мой преподаватель, у которого я много лет учился, говорил по этому поводу вот что. Если цель неизвестна, злоупотребление неизбежно. Если ты не можешь выразить сути вещей простыми словами, это означает одно – ты не понимаешь сути. И если вы хотите научиться быть богатыми людьми, зарабатывать деньги, я буду вам помогать разобраться, что есть деньги, и доведу это до самых простых понятий. Итак, правило номер два, которое позволяет выбраться из ловушки, усложнение приводит к остановке – это упрощение. И теперь правило номер три. Третий закон Паркинсона говорит вот о чем, что все люди без исключения на протяжении жизни богатеют. Но вот как устроена жизнь. Расходы человека растут вместе с его доходами. Большинство людей тратит ровно столько денег, сколько оно зарабатывает. Большое количество людей идут в банк, берут кредиты, и таким образом начинают тратить больше, чем они заработали. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь стала богатой, вам нужно изменить систему мышления, вам нужно научиться бить клин. Бить клин – это очень простой механизм, связанный с изменением системы мышления. И суть его примитивна. Нужно научиться делать так, чтобы доходы начали превышать расходы. Как только вы научитесь это делать, как только вы измените систему мышления, сразу же ваша жизнь, очевидно, станет другой. И на следующем уроке мы начнем разбирать с вами, как же нам действовать, что нам нужно для того, чтобы научиться бить клин. Большое спасибо за внимание. Я ваш друг Сергей.